Напомню, что встреча наша сегодняшняя посвящена такой теме, как психология трейдинга. Это все, что связано с появлением негативных эмоций, в том числе позитивных эмоций, страхом открытия первой сделки или, в принципе, входа в рынок. Так вот как раз все данные моменты мы сегодня как раз постараемся уяснить. Во-первых, познакомимся со своим врагом в лицо, что называется, и уже найти те способы, которые позволят решить данный вопрос. Помогут разобраться, чтобы это в трейдинге не мешало. Представлюсь для тех, с кем пока еще не знакомы. Меня зовут Исаков Роман, я являюсь менеджером компании Admiral Markets. В рамках компании Admiral Markets работаю уже порядка четырех лет. По торговле на финансовых рынках опыт порядка шести лет. В том числе, сразу же немножко анонсирую, для тех, кто посещает наши вебинары, есть программа онлайн-обучения, она доступна всем участникам, всем клиентам Admiral Markets, которая называется «Персональные инвестиции». Как раз в рамках данного курса мы знакомимся с финансовыми рынками и в том числе выбираем такие вопросы, как психология торговли. Сегодня я решил вынести в отдельный вебинар, в отдельную большую тему, и ее разобрать. К примеру, есть те, кто посещают наши встречи, наши занятия, уже есть новые лица, новые люди. Поэтому приложил ссылку, можете ее посмотреть, почитать. Это как раз то мероприятие, то обучение, которое позволяет оставаться в курсе. Очень часто трейдеры, особенно которые начинающие, требуют, скажем, необходимо больше новых знаний, нужно больше поддержки. Вот как раз в рамках данного курса, вы можете посмотреть его описание, и данная поддержка присутствует. То есть в том числе есть практические занятия, на которых мы встречаемся. Вот буквально час назад у нас было такое для группы тех, кто посещает практические занятия. Мы встречались и разбирали рынок, смотрели, что на рынке сейчас новое и интересного происходит. Прежде чем начать наш сегодняшний вебинар, именно по психологии, мне хотелось бы от вас также получить несколько ответов, для того, чтобы было удобнее построить нашу встречу, наш вебинар, и разобрать те вопросы, которые действительно вас беспокоят и которые вам интересны. Первый вопрос традиционно по опыту торговли. Поставьте, пожалуйста, цифру 2. Те, у кого есть опыт на реальных счетах, поставьте цифру 1, кто торговал только на демо. И цифру 0, если у нас присутствуют сейчас те, кто в принципе не торговал. Давайте сориентируемся, кто у нас сегодня больше присутствует. Двойка. Почему задаю этот вопрос? Потому что все основные аспекты торговли, связанные именно с психологией, они появляются в тот момент, либо когда вы уже хотите на реальный счет перейти, оно что-то мешает, либо когда вы уже торгуете на реальном счете. И была какая-то череда прямобыточных сделок, и возникает страх войти повторно. То есть такое в том числе бывает. Гораздо реже это идет именно у совсем начинающих, кто только-только начинает свое знакомство с финансовыми рынками. Хорошо. Вопрос по вашему опыту. Напишите, пожалуйста, сколько у вас опыт торговли. Можно в месяцах, если это месяц, в годах. Если это нужно было в месяц задать этот вопрос, давайте так. Кто на демо счете, ставьте цифру 1 и срок. Кто на реальном счете, ставьте также цифру 2 и срок. Так, чтобы мне понимать и временной став. В первую очередь, меня, наверное, больше интересуют демо-счета. 10 лет. Вопрос именно по демо-счетам. Почему я за-за? Он связан именно со страхом перехода на реальный счет. И мы чуть дальше будем разбирать. Я сейчас хочу для себя понимать, кто у нас сегодня присутствует. Попрошу, то есть все-таки участников сейчас больше, тех, кто ответил. Прошу всех принимать активную часть. Это для вас же будет полезно. То есть просто наберите цифру 1 или 2. В зависимости от того, если реальный счет, то 2. А демо-счет 1 и поставьте срок, сколько вы на нем работаете. Сколько времени. Как у остальных. 1, 2. Ага. Так. Так. Ваши Андрей, Владимир, Наталья, да, все я увидел. Хотел также и остальных участников, чтобы они более активно проявили себя. Написали, по крайней мере, этот параметр. Хорошо, это мне пригодится чуть дальше. А сейчас давайте будем переходить постепенно именно к теме нашей встречи, к теме нашего занятия. Я обозначил, во-первых, что такое психология. Возможно, само понятие, само формулировка, она довольно-таки длинная. Сейчас разберем сначала ее и постараемся сформулировать более наглядно. То есть здесь предлагаю рассматривать этот рынок, это объективная совокупность различных взаимосвязей, которые возникают. А вот восприятие рынка трейдерам – это субъективное представление о нем. И как раз вот в этом может заключаться корень всех проблем, которые появляются у трейдера. То есть рынок, да, вот мы с вами, со многими говорили о такой вещи, как технический анализ. Я думаю, все про это знают. То есть что из себя представляет технический анализ? Он из себя представляет набор различных закономерностей, которые мы видим и можем отслеживать. То есть мы знаем, что есть такая фигура флаг, мы знаем, что есть такая фигура двойная вершина, мы знаем, что такое тренд, но возникает второй вопрос, как мы на это среагируем в момент принятия решения. То есть мы его увидели, но на нас, уже как на трейдеров, кто торгует на реальных счетах, кто начинает только на деми-счетах, есть собственное восприятие данной ситуации. То есть согласитесь, что посади 10 человек и скажи, опишите, как вы считаете, что сейчас на рынке происходит. С точки зрения применения, во-первых, различных инструментов, анализа, картина может быть абсолютно разной. То есть могут быть разные направления, могут быть разные цели. То есть здесь уже сквозь призму вашего опыта появляется определенное понимание рынка, да его восприятие. Так вот как раз есть факторы, которые из опыта они помогают, а есть, которые начинают мешать. И вот как раз будем сейчас смотреть, что это из себя представляет. Скажем так, когда у нас есть определенный набор знаний, которые мы уже подчеркнули, которые мы уже наработали сначала на демо-счете, но не всегда мы можем это использовать. Очень часто я получал, к примеру, вопросы перед данным вебинаром. Что касается того, человек торгует достаточно большое количество времени, порядка пяти лет. Но в тот момент, когда для себя уже спрогнозировал ситуацию, обозначил точку входа, условно где бы он вошел, в момент, когда цена доходит до его значений, вот находится в этот момент за экраном, рука не нажимает кнопку, да, купить. И сделка реализуется по тому сценарию, который планировал, да, а человек не получает, соответственно, с этой сделки ничего. Потому что в какой-то момент появилась та эмоция, да, которая не позволила в рынок войти. Вот казалось бы, откуда это? А вот скажите, пожалуйста, то, что я сейчас описал, да, то есть то, о чем мы с вами будем говорить. Такие моменты возникают в торговле. Поставьте, пожалуйста, плюсик, да, если такое действительно бывает. И пока берем вот именно общее восприятие рынка, да, вот именно те эмоции в общем понимании, которые возникают. Если есть возможность, напишите, пожалуйста, буквально несколько слов, какие моменты это бывают. То, что сочтете нужным. Пока вы, соответственно, это делаете, вот я нашел эту картинку в интернете, нашел я уже достаточно давно, и она как раз в этом плане мне очень нравится. То есть заголовок вы видите, да, она не написана, только трейдер может испытать такую палитру чувств за один час. И это действительно так. Я думаю, через эту ситуацию многие проходили. И кто-то, у кого-то это было в самом начале пути, да, то есть кто переходил на реальный счет. На самом деле очень часто это происходит как раз, когда вы делаете какие-то первые шаги, именно на реальном счете. То есть мы открываем сделку, да, вот как здесь по синусоиде мы видим. Сначала цена идет в нашу сторону, у нас появляется оптимизм, мы чувствуем себя на вершине, да, цена движется вниз, а затем она начинает потихоньку разворачиваться. И появляется беспокойство, мы начинаем думать, что сейчас цена вернется. Тут мы уже начинаем переживать, потому что подходит к тем уровням, которые цена, по которым мы входили, уже уходит ниже, уже мы начинаем паниковать. Дальше уже мы начинаем понимать, искать свои ошибки, то есть оказывается все было не так, мы неправильно где-то допустили ошибки, затем цена начинает восстанавливаться и выходит облегчение. То есть вот такие ситуации, они очень часто бывают. Если вспомнить первую сделку, вспомнить свою первую сделку, я думаю, у вас такие сделки тоже есть, о которых можно рассказать. То есть первая сделка, которую я открывал на реальном счете, она открывалась на Non-Farm Payrolls. Думаю, все знают, что это за новость, на которой, в принципе, несколько лет назад, 5-6 лет назад, можно было интересно торговать. То есть она очень хорошо себя отрабатывала. Не всегда, но в большинстве случаев. Принцип заключался в том, вот, к примеру, как вчера, выходили новости. То есть цена находилась в каком-то небольшом диапазоне. Устанавливалось два отложенных ордера, один выше, другой ниже, buy-stop и sell-stop. И когда цена как раз выстреливала, срабатывал один ордер, и цена шла в сторону, то есть приносила плюс. Собственно, смоделирую вам ситуацию, чтобы, может быть, было понятней. Депозит был порядка 3,5 тысяч, объем был один лот. Один лот. Ну, это ладно. То есть, хотелось много, быстро и сразу. Как это всегда бывает. И от текущей цены, то есть устанавливалось 15 пунктов вверх, 15 пунктов вниз. Цена выстрелила, открылась сделка на покупку, и начала приносить плюс. 300 долларов, 400 долларов, 700 долларов. То есть уже практически 30% от депозита за 2 минуты. Первая сделка. Все прекрасно. Но проходит еще несколько минут, и на рынке начинается такая вещь, как вертолет. Наверное, тоже многие сталкивались с этим. Я беру плюс 600 долларов, плюс 500 долларов, плюс 300, плюс 400, а потом дальше минус 200, минус 300, и цена начинает уходить еще ниже. И это буквально все за 2 минуты. В тот момент удалось выйти сделкой буквально минус 100 долларов, но, тем не менее, те эмоции, которые были, их забыть очень сложно. Собственно, для того, чтобы торговля стала именно торговлей, именно работой, от эмоций нужно уходить. И я задавал вопрос трейдеру, который с нами работает уже достаточно много лет, и, так скажем, первый год, полтора, торговля была примерно около нуля. Спустя какое-то время, я вижу, что стабильно, стабильно, да, то есть там раз в месяц, раз в два месяца происходит вывод среза, там 15%, 20% из депозита, и, ну, соответственно, если у вас складывается, вывод, что появляется прибыль, да, то есть стабильно, небольшая, планомерно счет увеличивается. И когда человек приходил к нам в офис в Петербурге, я задал вот этот вопрос, да, что поменялось. И ответ был, в принципе, как сейчас кажется достаточно очевидным, это ушли эмоции. То есть все, сухой расчет, то есть я знаю, где я войду, я знаю свои риски, и эти ситуации отрабатывают. Когда вы воспринимаете рынок как уже что-то, так скажем, само собой разумеющее, то есть уходит уходит та эйфория, которая бывает, что та романтика, которая может быть. Все-таки это работа, да, это именно тот расчет, который нужно делать. Понятно, что хочется себя видеть на вершине мира, но это скорее исключение, чем правило. Все-таки мы с вами собрались здесь для того, чтобы выработать те инструменты, которые позволят большинству трейдеров прийти к положительному итогу, прийти к положительному результату. И, собственно, сейчас давайте смотреть, какие могут быть эмоции, да, и как их нужно воспринимать, что с ними нужно делать. Вот, да, Андрей, вижу от вас такой момент, да, вот страх при открытии сделки. И, собственно, начинаем с ними знакомиться. Да, вот есть прямо картинки, постарался максимально близко к ним подобрать, собственно, четыре основных врага, как я их назвал. Это страх, это жадность, надежда и эйфория. Собственно, все те эмоции, которые как раз возникают в момент торговли. Давайте начнем с самой первой. И это страх. В принципе, вот с точки зрения появления эмоций, вот страх, он, ну, фактически, наверное, самое первое, что появляется. Я имею в виду, когда вы совершаете первую сделку на реальном счете. То есть, ну, наверное, постарайтесь вспомнить этот момент, когда вы уже на демо-счете поторговали. То есть, я имею в виду, были ощущения, когда вы работали на демо-счете. То есть, вы чувствуете, что все получается, хотите перейти на реальный счет. Но согласитесь, что переход на реальный счет, это абсолютно другая история. Я за то, чтобы начинать торговать, пусть на небольшом реальном счете, то есть, там, 500 долларов, 1000 долларов, но чтобы это был именно реальный счет. Когда трейдеры учатся годами на демо-счете, вот это самое большое зло. Перейти на реальный счет после этого будет крайне сложно. И в плане эмоциональном, и в плане техническом. Потому что вот это как раз та ситуация, которая не позволяет сделать этого удобнее. То есть, демо-счет вам нужно, чтобы просто познакомиться с терминалом, как он работает. Но сама торговля, она начинается только на реальном счете. Если вы торгуете, я просто встречал таких трейдеров, кто торгует на демо-счете три года, четыре года. Неважно, перейдете на реальный счет, все, эти четыре года, как не было, пойдет все заново, все как с чистого листа. Поэтому здесь я бы разделил на две составляющие. То есть, первичный страх и вторичный страх. Собственно, когда это происходит именно при первой сделке, вот от чего, как вы считаете, происходит страх именно первой сделки? А вот почему это, вот что страшно-то? Чего боимся? Как вы считаете? Напишите, пожалуйста. То есть, ну страшно, да. Но что именно страшно? Из-за чего? То есть, я понимаю, что страшно нажать на кнопку, но какой мой результат боимся получить? Вот Наталья пишет, первый день торговли, все хорошо, второй день все плохо, паника и страх. то есть, первый, все прошло хорошо, второй уже там получили убыток и не можем заново войти в сделку. Ну, собственно, потерять деньги, потерять депозит, неудачная сделка. То есть, мы боимся этого. Хорошо. Дальше начинаем разбираться. Боимся потерять деньги. А вы знаете, сколько вы можете потерять в той сделке, в которую вы собираетесь войти? Вы считаете данный показатель? Если я вам скажу так, у вас депозит к примеру 3000 долларов и вы в этой сделке можете потерять 10 долларов, к примеру. Вот в такую сделку будут страшно войти? если вы для себя выбрали ситуацию на рынке и определили риски. Владимир пишет, что не страшно, соглашусь. А если вы в этой сделке можете потерять 1500 долларов, долларов, вот в этой вот в чем разница между тем, что мы потеряем 10 долларов или 1500 долларов, разница она в том, какой объем мы выбираем. сейчас в ходе как раз нашего такого разбора многие эмоции будут между собой пересекаться. Вопрос ну да, разница в 1500 долларов, да, Наталья, вы правы, большая разница. Но разница она состоит в том, что мы выбираем наш риск. Вопрос в том, что если мы открываем депозит 3000 долларов, мы определили точки для выхода, то есть сейчас выбираем как именно то есть мы уже научились находить точки для выхода, точки ставить стоп-лосс, сейчас разбираем именно как к этому подойти. Соответственно, когда мы входим в рынок, мы выбираем с вами объем, и мы должны поставить в первую очередь стоп-лосс. Это может быть фактически поставленный стоп-лосс или стоп-лосс, который вы ставите у себя в голове, но лучше ставить его сразу же, потому что стоп-лосс, который стоит в голове, он не всегда срабатывает. Так вот, если вы для себя при депозите к примеру 3000 долларов устанавливаете стоп-лосс и в случае если он сработает, вы потеряете 1% 30 долларов, вот страшно в такую сделку будет войти? Скорее всего нет, но по крайней мере страха будет гораздо меньше, чем вы входите к примеру в том случае, если вы потеряете полторы тысячи долларов в этом случае. А если не ставить стоп-лосс совсем и не считать это, тогда мы в принципе не знаем, сколько мы потеряем. И отсюда еще больше неопределенности. сам страх, который появляется, он на мой взгляд как раз идет от неопределенности. Это то же самое, когда мы с вами входим в поезд, может быть кто-то так делал, но по своему примеру может быть несколько расскажу, и у нас билет только до следующей станции. А проехать нам нужно еще дальше. И вот мы не знаем, подойдет нам контролер, высадит нас, а денег нет, к примеру. И вся поездка становится довольно-таки нервозной. Опять же, может быть и повезет, мы доедем, а может быть и нет. Мы не знаем этого исхода, но если у нас куплен билет от точки А до точки Б, то здесь только что-то невообразимое нам может помешать, чтобы мы в итоге не доехали. Так и здесь. Те риски, которые возникают, их сразу нужно научиться контролировать. То есть сюда уже появляется такой прием, как риск-менеджмент. Дальше мы все те моменты, которые сейчас проговариваю, именно сейчас слушаем и стараемся вот эту информацию воспринять как именно настрой. дальше дальше мы подытожим и резюмируем все о чем говорим. И соответственно нужно знать свои риски. Понятно, что могут быть такие ситуации, когда даже с небольшим риском идет определенное количество отрицательных сделок, тогда нужно разбирать, смотреть в чем была причина и откуда данные сделки появились, в чем была ситуация и смотреть уже копать больше торговой системе, то есть пересматривать ее, разбирать. Понятно, что если совершить 20-30 сделок, они все идут отрицательными, то что-то не то именно в анализ, именно в подходе, именно в самой торговой. Здесь уже тоже нужно пересматривать. Сразу ничего не строилось, ничего не появлялось, на все требовалось время, в том числе и на построение торговой системы. Все, чем может помочь команда Адмира Маркес, готовы как раз с точки зрения ориентира, с точки зрения оптимизации торговли, здесь помогать, в том числе для чего проходят данные вебинары. Ну и вторичный страх, то есть он может уже появляться, когда идет череда убыточных сделок. Здесь нужно порой остановиться, пересмотреть то, что происходит, но касательно вторичного страха, то есть он, мы уже смоделируем ситуацию, с точки зрения первого подхода мы с вами разобрались, что риски нужно учитывать, если мы с точки зрения риска получаем 10 сделок подряд, но мы теряем по 1% за сделку, то есть 10% за 10 сделок, тогда уже более очевидный вариант именно в торговой системе. Что касается торговой системы, то есть в будущих вебинарах уже также будем более подробно разбирать, в том числе в курсе персональной инвестиции, который ссылку я скидывал, также данный вопрос он касается. Сейчас разбираемся со страхом. То есть с точки зрения появления эмоций, очень часто бывают моменты, когда мы хотим войти в рынок, спокойно купить по тренду поддержки, дойти до сопротивления, выйти и зафиксировать в прибыль. Очень часто бывает именно вот так. Хорошо, если все эти сделки идут положительно, как указано здесь, но очень часто они могут возникать хаотично. То есть нужно в том числе и анализировать рынок. Здесь именно больше вопрос к подходу. Теперь, что такое жадность? Откуда она берется? в этом случае трейдер хочет от рынка довольно-таки много. Сейчас следующий вопрос к вам. По доходности, которая интересна. Напишите мне, пожалуйста, в чат, какая доходность от величины вашего постоянного депозита на счете вам интересна. То есть не в деньгах, а давайте вы сейчас вспомните, сколько у вас на счете депозит, какая сумма, и напишите, сколько процентов в месяц от данной суммы для вас интересна. Напишите, пожалуйста. Не нужно смотреть пока на слово жадность, и то, что я сейчас буду говорить, что вы слишком жадный. Здесь не в этом ключе настроится разговор, а чтобы мне как раз понять, как вы подходите к торговле. Константин 20-30%, Владимир 17%, Наталья 15%. А теперь хочется знаете, что сделать, сказать, напишите, пожалуйста, как не в учебнике учат, а как действительно это появляется. Очень часто это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Хорошо. Теперь вот такой момент. Напишите, пожалуйста, примерно, какая величина депозита у вас по счету. то есть какой суммой вы оперируете. как у остальных. Вопрос именно восприятия. я понимаю, что здесь очень много появляется личного как раз восприятия на торговле именно себя. Поэтому здесь какие-то глубокие копания в каких-то личностных ситуациях мы этого делать не будем. Будем рассматривать именно те приемы, те алгоритмы, которые есть. и я возможно поделюсь тем, что слышу от других людей, от других трейдеров. Хорошо. Теперь давайте сделаем так. Есть, к примеру, депозит 500 долларов. 3 по 500 написали. И ориентир по доходности он составляет 10-15%. То есть 50-100 долларов в месяц. сейчас сумма достаточно неплохая. 7 меньше 7 возьмем 7000. Опять же почему я сказал по поводу книжного. Книжных 10-15% то есть то, чему учат, но то, что не всегда используется. Это связано с тем опять же проведя к примеру две положительные сделки мы начинаем понимать, что мы все знаем и мы начнем либо увеличивать объем либо открывать слишком большое количество сделок, которые уже ту рисковую часть они абсолютно не перекрывают. это также связано с тем что мы хотим получить очень большой процент очень большую доходность. Вы все правильно написали 10-15% это считается хорошей доходностью при небольших рисках, но это в том числе и нужно соблюдать. Такой подход будет приемлем в чем смысл данного подхода. В среднестатистическом торговле вы на одну сделку закладываете примерно 1% риском и в этом случае примерно доходность от 10-15% меньше. плюс-минус зависит от рынка в том числе. Тогда этот показатель будет работать. Смотрите вот очень часто я вот Наталья пишет 100 долларов можно приумножить прибыль. Да, этот подход имеет место быть. То есть когда вы к примеру у вас есть счет вы получили какое-то количество положительных сделок у вас было 500 долларов стало 600. Тогда 100 долларов их можно переложить на риск. То есть это рисковая часть которую можно использовать. Вы Наталья это имеете ввиду я правильно вас понял. Потому что еще очень часто я слышу такую фразу которая слышу причем очень часто от многих людей что называется когда человек открывает депозит на небольшой счет точнее счет на небольшой депозит там 200-300 долларов то есть появляется следующий вопрос который я в том числе задаю по поводу рисков вы знаете что небольшая сумма она идет большим риском человек отвечает да я знаю сейчас я депозит разгоню и буду торговать по риск менеджменту вот и если собрать статистику я уверен мы с вами увидим что те трейдеры которые в голове было такое понимание рынка процентов 90 они депозит разогнать им не удалось потому что одна сделка минус и большей части депозита нет все зависит от риска вот мне в этом отношении понравилась фраза которую так давно увидел в книге она звучит примерно следующим образом ветер может потушить свечу но разжечь костер вот смоделируйте это абсолютно сопоставимо с тем же как работать с небольшим депозитом или депозитом который приемлем и отсюда как раз появляется в том числе и жадность согласитесь если у вас депозит к примеру 100 долларов хочется его быстро разогнать 10 долларов в месяц зачем 800 700 рублей что с ними сделать больше времени тратим на это конечно хочется сразу же за день 100 долларов 200 потом 300 потом чувствую что все мы вошли в раж мы рынок понимаем мы его читаем и потом одна сделка все депозит они вот как раз с точки зрения такой эмузи как жадность она очень часто возникает именно в таких моментах поэтому лучше подходить к этому разумно ставить те риски которые действительно приемлемы но это в свою очередь вытекает из того депозита с которым вы работаете поэтому этот ориентир он очень важен с небольших депозитов лучше начинать ознакомиться с рынком понятно что или должно быть понятно что какие-то существенные средства не заработать не превышая риски а если не превышая риски то это постепенно использовать его как для накопления то есть во-первых и опыта и определенных депозитов пусть уйдет больше времени на это но все будет постепенно и планомерно если вы в какой-то момент чувствуете что объемы растут пропорционально тем прибылям которые вы получаете то есть еще и превышают их то значит в этот момент нужно остановиться и уже пересмотреть свой подход торговли и идти дальше вот собственно желание войти искать каждое движение его отрабатывать вот то что представлено на слайде каждую ситуацию то есть в каждой точке входить выходить все равно будут убытки но в чем момент мы вошли здесь на продажу то есть мы отработали тренд вышли дальше появилась ситуация на покупку то есть видимо что цена идет вверх вошли на самых верхах она пошла вниз если мы риски не учли здесь в этой точке могли получить достаточно большой убыток потом цена двинулась наверх а затем увидели что начинается движение вниз вошли вниз опять риски были большие вышли с минусом риск менеджмент в этом плане очень хорошо позволяет 2 убыточные сделки 3 убыточные сделки это ничего страшного это если все делать корректно это 3 процента 3-4 процента но если вы входите при депозите 3000 долларов одним лотом то о чем здесь говорить 2-3 сделки и большей части депозита их попросту не будет да можно быстро заработать но еще быстрее можно будет потерять и как правило в большинстве случаев появляется именно убыточная сделка а не привыкли чего мы и надеемся как раз увидеть перейдем к следующему да такое проявление как надежда в чем она возникает она очень часто вот данный данный показатель да данная эмоция она возникает когда мы не можем закрыть сделку вот поставьте пожалуйста плюсик да если бывали такие ситуации когда открывали сделку цена подходила к стоп-лоссу убирали стоп-лосс потому что надеялись что сейчас вот-вот цена вернется потому что эта сделка либо принесет большой минус и мы все-таки должны быть правы мы окажемся правы цена доходит до стоп-лосса идет еще ниже мы все же надеемся что она вернется начинаем искать аналитику тех трейдеров да кто вот-вот думают как и мы да что все сейчас развернется я тоже плюс поставлю да потому что такие моменты в том числе также были и что здесь очень важно одно из составляющих как раз борьбы с эмоциями это анализ рынка до того момента когда вы в него вошли бывают такие ситуации когда мы приходим с работы да или на работе откроем терминал видим что началось движение рынок идет идет то без нас мы начинаем сразу же в него входить открыли там часовой таймфрейм видим что движение идет нисходящий как было на прошлой неделе по поицы выступления по процентной ставки то есть открыли терминал видим свеча вниз сейчас пойдет вниз начинаем входить в сделку а затем цена разворачивается идет в противоположную сторону 300 пунктов мы начинаем смотреть анализировать то есть что же произошло почему так почему вошли так вот когда вы входите в рынок вы должны знать во-первых где вы выйдете и тот потенциал по прибыли который может вам принести счет соответственно здесь нужно видеть всю картину целиком вот пока вы себе не ответите на вопрос куда поставить этот вопрос куда поставить это их профиль не входите в сделку потому что это как раз в дальнейшем может закончиться тем что видите на данном слайде то есть мы будем надеяться что сейчас она вернется что мы все-таки оказались правы возможно даже пересидев какую-то ситуацию мы окажемся правы но это только подпитает как раз нашу уверенность в своей безнаказанности можно это назвать но рано или поздно мы окажемся не правы такое может быть и это нужно понимать но с точки зрения опять же рисков это либо повлияет на наш депозит либо нет если мы риски для себя учли и соблюли тогда эти потери будут для нас минимальны если же нет то можно потереть достаточно большую величину депозита поэтому когда у вас есть понимание как вы будете находиться в рынке как будете вести себя в сделке то это как раз тот случай который вам позволит избавиться от такой отчасти ненужной эмоции в данном случае как надежды вот к примеру один из моментов которые могут быть то есть мы открываем сделку на продажу то есть видим что цена идет вниз а дальше ситуация она меняется то есть мы к примеру не учли что на более крупный таймфрейм идет восходящий тренд и собственно дальше цена идет еще выше мы открываем продажу но мы же не можем оказаться неправы мы же видим рынок мы торгуем уже достаточно давно все верно но нужно научиться и принимать свои ошибки и это как раз тоже один из показателей успешных трейдеров потому что если мы этого не научимся это уже азарт это уже игра это уже сродни именно с с рулеткой когда мы будем надеяться что вот сейчас сейчас выпадет то число и мы все вернем вот это как раз и будет то есть мы открываем еще продажу еще продажу в какой-то момент если цена идет в нашу сторону мы понимаем что ага вот 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 мы сейчас оказались правы но дальше цена уходит еще вверх и что очень часто бывает депозит он заканчивается поэтому те ситуации которые будут возникать от них нужно просто вовремя в том числе избавляться а вот следующее которое многие скажут что это хорошо да но эйфория она больше обозначена как эмоция которая в том числе будет мешать она может быть связана как раз с тем что проведя определенное количество положительных сделок и получив определенную прибыль трейдер начинает переставать опять же считать свои риски то есть он перестает смотреть на объем он просто открывает 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 получает плюс 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 да все чувствует себя на волне и опять же в этот момент наступает сделка которую больше часто депозит выносит в минус поэтому четкий алгоритм он всегда должен присутствовать в торговле начинаем дальше уже смотреть именно инструмент которые будут нам помогать вообще очень часто появляется такое восприятие я бы его назвал именно как интуиция и память рынка то есть когда вы открывая открываете терминал вспомните самое первое ваше знакомство самый первый раз когда вы открыли терминал многое было я думаю непонятно то есть потребовалось много времени чтобы научиться и открывать графики и настраивать их и подобрать удобный вид для себя но со временем когда вы делаете это постоянно у вас уже многие вещи начинают идти на автомате и в том числе анализ рынка он отчасти когда вы изначально начинали строить трендовые линии потом их можно уже не делать когда вы для себя понимаете те ситуации которые на рынке уже появляются это касается и расчета убытков то есть вы знаете что в данном случае нужно войти примерно 1 десятую но вы не войдете там 10 лотами вы знаете сколько у вас депозит вы знаете сколько стоит там 1 пункт вы знаете сколько туда цена будет идти вы видите те изменения которые там с годами в течение месяца появляются на какой-то валютной паре которую вы используете сейчас найдет более быстрый например чем несколько месяцев назад рынок оживился то есть появляется такое запоминание рынка которое в том числе от вашей насмотренности оно будет вам помогать потому что это во-первых сам анализ рынка он будет походить гораздо быстрее поэтому для того чтобы себе на работу нужно практиковаться получить опять же ту теорию которую мы с вами разобрали можно это за час сделать но ваше понимание ваше ощущение рынка оно придет только с опытом поэтому от того сколько вы будете смотреть инструментов сколько будете проводить сделок в том числе может быть и на демо счете для вас это будет дополнительная информация которая позволит как раз научиться воспринимать рынок вот что позволяет бороться с эмоциями точнее не бороться а научиться их контролировать это торговый план это то та карта тот проводник который как раз в момент сделки вас будет сопровождать вот я сейчас параметры назову если кому-то потребуется данной презентации я могу отправить чтобы у вас это все было под рукой я оставлю свою почту вы мне напишите я вам обязательно выше то есть не обязательно сейчас там переписывать то что есть я презентацию могу отправить чтобы вы смогли посмотреть либо запись чуть так же позже будет добавлено чтобы вы смогли пересмотреть итак торговый план это единственный способ борьбы с эмоциями который по крайней мере я вижу действительно рациональный который можно использовать формализовать и применить это тот инструмент который позволяет с этим бороться торговый план он должен быть заранее сформулирован и прописан для того чтобы действительно это работало какие основные положения есть в торговом плане он всегда составляется заранее то есть до момента входа в рынок это то что я говорил касательно входа на эмоции то есть мы видим что идет какое-то резкое движение начинаем впрыгивать в рынок впрыгивать выходящий поезд так многие это называют так вот сначала мы должны рынок оценить да и ответить себе на несколько соответственно вопросов всегда торговый план он содержит максимум информации о планируемой сделке торговый план я имею ввиду как себе честно на бумаге ответить почему мы в эту сделку хотим войти то есть вот мы видим что сейчас она идет но пока мы себе не пройдем не ответим на определенное количество пунктов на определенное количество вопросов в рынок не входим можно завести отдельный блокнот отдельный файл на компьютере отдельный документ куда вы это будете учить вписывать торговый план он также составляется всегда в одной и той же форме и содержит одни и те же параметры то есть там должны быть именно инструмент по которому вы входите его обозначение почему вы в него входите какая величина риска какая величина прибыли торговая система которую вы используете то есть принцип именно анализа рынка именно выбора направления и вот эти данные они должны содержаться очень часто очень многие сделки будут как раз на этом этапе фильтроваться особенно это касается потенциальных прибыли и убытков если вы увидите в сделке что потенциальная прибыль можно составить условно 100 пунктов а риск 150 ну разве вы будете в такую сделку войти ну по крайней мере подумайте нужно ли это дальше торговый план он вас будет направлять на рынке то есть вот когда вы находитесь в открытой позиции вы знаете то есть ну понятно что у вас стоит топ-лосс это ну отчасти есть торговый план который вам помогает то есть вы определили где будет выход и он у вас стоит соответственно если вы знаете что если цена дойдет до определенного значения вы из рынка выходите и дальше уже сценарий развивается по-другому то есть это тот проводник то есть та карта которая будет вас направлять именно в момент сделки опять же ведя торговый план то есть торговый дневник еще так же это называют вы можете оценить именно эффективность ваших ваших решений то есть проведя например 10 операций вы видите что у вас было 10 сделок по одной и той же торговой системе при одних и тех же параметрах они все закрылись с убытком значит что-то не так в самой торговой системе но это понятно то есть из этого можно сделать логичный вывод очень часто выводы они делаются на эмоции то есть когда мы не понимаем что не так вроде мы все видим вроде мы все знаем но вчера же у нас получалось вчера же мы получили прибыль вот как раз торговый план опять же помогает в этом разобраться ну и как итог данного замечания это торговый план это единственный способ который позволяет бороться с эмоциями вот пример торгового плана то есть что там должно быть то есть мы пишем дату пишем инструмент на котором сделку совершаем указываем предполагаемую операцию да причина открытия сделки по пунктам то есть цена пробила восходящий тренд да и входим с коррекцией да на продажу к примеру то есть ну четкий алгоритм то есть если вы используете скользящие средние то скользящие средние пересеклись и мы сидим находится ниже нулевой линии входим в продажу да то есть тот алгоритм который вы используете для принятия решения вот опять же вот этот момент который очень часто отвечает на вопрос что а как в рынок войти мы не знаем да вот по крайней мере я когда сталкивался с торговым планом часто появлялась такая ситуация что вроде описываю по пункту да вроде и на графике индикаторы есть но вот не могу понять что нужно сделать такие ситуации так же они бывают и происходят поэтому это еще и позволит и вашу торговую систему оптимизировать дальше если это отложен ордера то мы опять же устанавливаем параметры почему мы их туда установили дальше идет риск менеджмент мы определяем объем денег который мы входим в рынок объем денег в свободном состоянии на счете которая состоится примеру после того как мы входим в рынок чтобы мы вошли не всем депозитом те ситуации когда мы сможем скорректировать наш план ну и естественно какие-то дополнительные параметры могут быть ну и итог сделки чем же все закончилось чтобы понимать теперь давайте сделаем так у нас осталось порядка 5-10 минут по нашей теме сейчас пройдемся по рекомендациям которые позволят проконтролировать и попробуем сделать это еще раз на примере именно на живом рынке что нужно пройти сам алгоритм для того чтобы как раз эмоции влияли в меньшую сторону в меньшей степени итак первое не ходить в рынок когда находится в эмоциональном состоянии очень часто когда у нас в сфере нашей жизни на которой не связано с трейдингом происходит что-то что нас беспокоит волнует или наоборот радует то здесь опять же это может повлиять на торговлю все взаимосвязано поэтому когда вы открываете терминал все эмоции они должны оставаться за ними то есть есть даже такое выражение когда на работу то есть там свои какие-то эмоции свои переживания приносить не нужно потому что это будет только мешать так и здесь эмоции могут прогрессировать когда трейдер постоянно смотрит на график и котировки вот по себе знаю когда совершал также первые сделки которые особенно не сопровождались ни стоп лоссом ни тейк профитом всегда была необходимость смотреть за сделкой 24 часа то есть на компьютере на ноутбуке на телефоне везде я был в рынке и везде я постоянно смотрел а сейчас я пришел к тому выводу когда вы поставили стоп лосс поставили тейк профит ну нет смысла смотреть вы же не будете своим взглядом его подталкивать и чем дольше вы смотрите рынок цена от этого быстрее или правильнее не двигается в любом случае будет какой-то итог поэтому самое верное решение это уделять трейдингу то время которое отводится именно на анализ именно чтобы следить за сделкой сделку открыли по евро доллару можно перейти на какой-то другой инструмент и смотреть за ним да если вы а есть возможность уделять большое количество до этого времени а дальше если к примеру вы открыли сделку поставили стоп лосс поставили тэк профит согласитесь можно начать заниматься какими-то другими делами да если вы у вас на работе например на вашу удается завершать торговую операцию то отлично 10-15 минут в день посмотреть что происходит на рынке этого вполне достаточно поставить отложены ордера поставить стоп лосс поставить тэк профит вполне сделали и все занимайтесь дальше работой или какими-то домашними делами какими-то другими вопросами не нужно смотреть гиблиотизировать монитор следующий пункт он звучит не поддавайтесь панике не совершайте действия сгоряча ну эта рекомендация она ее конечно хорошо написать да но как это сделать безусловно те пункты которые были выше опять же торговый план он позволит с холодной головы как раз к этому подносить если подходить если чувствуете что вами управляет не ваш торговый план ваши эмоции останавливайтесь выключайте компьютер сходите отдохните погуляйте почитайте книги опять же это многие говорят но нужно это делать именно на практике это действительно помогает важно знать что рынок он от вас никуда не уйдет то что вы сейчас не провели прибыльную сделку это не страшно рынок даст возможность главное в тот момент когда будет этот как раз возможность в нее войти а не побояться этого сделать вот когда вы уже войдете в систему работать по торговому плану это будет уже гораздо проще конечно нужно в себе эту привычку выработать но поверьте это необходимо всегда следуйте торговому плану да то есть то что мы говорили ранее не нужно совершать сделки когда вы себя не очень хорошо чувствуете да или какие-то жизненные ситуации которые не дают вам полноценно заняться анализом полноценно торговать не нужно слушать чужих советов очень часто появляется такой вопрос который связан с предложением многих брокеров которые есть это получение сигналов да вот где войти где выйти на мой взгляд это абсолютно неэффективно и абсолютно бесполезная вещь во первых вы получили сигнал ну вошли в сделку да заработали хорошо заработали если вы потеряли ну собственно вы понимаете что это вы приняли решение но опять же почему вы потеряли непонятно да вы не знаете как анализируется рынок по каким критериям принимается решение поэтому очень важно чтобы вы понимали что конечное решение оно всегда за вами вы читаете аналитику даже для того чтобы резюмировать чтобы человек который занимается непосредственно аналитикой да вам ну фактически в нескольких словах выдал ту ситуацию который есть на рынке но та интерпретация которая будет это уже будет зависеть от вас по дальнейшем ситуации то есть все равно решение оно должно быть именно по вашим вашим критериям если мы получаем убыток то нет необходимости в этом расстраиваться да или впадать в ныне опять же убыток он должен быть контролируем если это один процент ну это не страшно это всего лишь один процент от вашего депозита и всегда есть возможность открыть сделку повторно получив прибыль да опять же то радость и паре которая может быть она должна быть можно сказать правильно да вот здесь отмечено что нужно чувствовать разницу между удовлетворением и эйфории а вот удовлетворение если провести аналогию эйфории она может быть тогда когда мы вошли превышая все риски и получили прибыль да заработать 50 процентов за одну сделку а удовлетворение когда мы заработали те же самые 50 процентов но в течение там 4-5 месяцев да постепенно следуя нашей системе следуя нашему плану мы получали прибыль да были убыточные сделки но положительно их перекрывали вот в этом как раз и есть разница теперь вот буквально несколько минут открываем терминал и давайте посмотрим те пары которые к примеру интересны давайте возьмем одну пару один инструмент то есть что необходимо сделать и что необходимо учесть напишите пожалуйста что к примеру интересно какой инструмент и выберем тот ну за который который больше раз напишет напишите по одному инструменту который интересен евро доллар фунт доллар канадский доллар и попробуем посмотреть алгоритм ваших действий именно в рынке ну во-первых поставьте плюсик если вы видите терминал да если он отобразился а и напишите инструмент который интересен так вижу терминал отобразился так владимир канадец фунт доллар фунт евро доллар фунт ну три фунта давайте на примере фунта посмотрим то есть какой алгоритм какой порядок рассуждения он должен быть то есть я ну вот возможно с точки зрения своего подхода вам постараюсь показать и рассказать то есть как бы я рассматриваю в данном случае в данной ситуации исходя из моих то ну во-первых понимая анализа рынка но так этот шаблон да вот обычный без всяких лишних линий что я для себя буду учитывать давайте сейчас с точки зрения технического анализа понятно что фундамент за фундаментом нужно следить узнать когда выходят новости но полноценно сейчас разобрать уже по времени не укладываемся а по курсу персональные инвестиции то есть обязательно тем кому интересно разобраться именно в аспектах технического анализа фундаментального анализа регистрируйтесь там как раз мы это будем делать итак пара фунт доллар тенденция да более глобальная которая сейчас движется она идет именно нисходящей на более мелком таймфрейме мы с вами видим во-первых было коррекционное движение в рамках нисходящего тренда затем шло обновление максимума и пошло тенденция восходящая именно среднесрочная что я для себя называю среднесрочной перед новостью была попытка выйти именно здесь вот как раз не удалось закрепиться после новости я бы рассматривал продажи но так как цена ушла выше и уже в принципе обновила максимум который был за последние несколько часов то есть цена показывает свое направление настрой к тому же все показатели все новости они выходят то есть они давят на доллар то есть все инструменты по отношению к доллару они укрепляются в том числе эта тенденция есть по фунту это что касается фундаментального анализа то есть мы с вами определили направление то есть нам нужно вверх то есть именно по направлению вверх теперь нужно понимать где войти чтобы понимать где войти можно войти и сейчас да на текущий момент здесь но стоп лосс я бы для себя поставил именно за тот минимум который у нас на текущий момент является именно обновленным то есть что я имею ввиду у нас есть уровень с которого пошла коррекция да и когда цена его обновляется то есть вот эта точка она является рабочей то есть если цена уйдет ниже этого уровня то скорее всего нисходящее движение оно продолжится и именно там на текущий момент да в текущей ситуации нужно стоять стоп лосс здесь есть два варианта если мы входим сейчас стоп лосс составляет 450 пунктов это достаточно большой объем ну большое количество пунктов то есть даже если входить небольшим объемом то вот эта просадка которая может быть она может быть достаточно существенной а сейчас уже конец недели рынок он среагировал на многие новости и мы с вами можем определить тот диапазон к примеру скорректировавшись в которой цена уже нам даст более интересную точку для входа здесь я бы для себя рассматривал следующую ситуацию то есть если мы видим с вами коррекцию к примеру давайте я обозначу вот так если после новости то есть такое может быть именно когда уже все новости отработаны цена начинает корректироваться то есть движение оно остается в той ситуации которая есть то есть основной тренд он сохраняется а вот краткосрочно он начинает корректироваться вот эта картина она как раз была по евро вот я сейчас покажу то чтобы были чтобы понимали о чем я говорю то есть вот новости работала затем пошла коррекция обновили максимум вот все после этого можно было уже входить на покупки то есть там либо отложенным ордером buy-stop либо уже с коррекцией такая же ситуация сейчас идет и по фунту поэтому здесь наиболее вероятная наиболее интересная ситуация которую я бы дожидался это именно коррекция примерно в область там 1.43 но здесь не само движение этой коррекции важно потому что мы не можем точно сказать будет ли она к примеру в эту область придет ли она сюда или придет еще ниже но мы с большей вероятностью можем сказать что мы хотим увидеть на рынке вот я хочу увидеть на рынке на часовом таймфрейме то что цена пойдет будет коррекция именно вот таким образом будет импульс затем коррекция дальше цена обновить предыдущий минимум появится точка да еще точка и вот когда я уже увижу движение в сторону основного тренда который сейчас преобладает и войти коррекция то есть вот для меня это интересно для меня это мой торговый план войти по цене 1.43 в случае если я увижу данную ситуацию поставить стоп лосс за предыдущий минимум теперь риск менеджмент давайте возьмем депозит давайте возьмем 10 тысяч да 10 тысяч долларов риск риск на одну сделку давайте обозначим 1 процент то есть 100 долларов то есть 100 долларов это будет та рисковая составляющая которую мы в данной сделке можем себе позволить вход по цене 1.43 37 выход ниже данного минимума то есть 1.42 86 это получается порядка 50 пунктов порядка 50 пунктов давайте вопрос на проверку подсчета дарис менеджмент как вы это делаете напишите пожалуйста какой каким объемом нам нужно войти при данных условиях которые сейчас обозначил при чтобы мы потеряли 100 долларов да разница между точкой входа и стоп-лосс 50 пунктов напишите пожалуйста в чат а я вам на будущее кто не знает по поводу интересного такого способа калькулятор трейдера который сейчас на нашем сайте доступен я ссылку приложу в чат но пока им не пользуетесь то есть пока мне важно именно ваш ваш подсчет то есть какой объем нам нужно открыть чтобы мы в случае если с собой этот наш стоп-лосс потеряли не больше чем данная сумма больше чем 100 долларов как вы считаете давайте еще два-три ответа дождемся чтобы их проверить и так у нас с вами дано дано 50 пунктов дано 50 пунктов дано 50 пунктов если мы открываем сделку одним лотом у нас минус составит 500 долларов да то есть видим что это достаточно много соответственно нам нужно это сделать в пять раз меньше соответственно две десятых лота да все верно поэтому в данном случае да при данном подходе у меня есть ориентир где мне интересно войти то есть это та сделка которую я хочу увидеть а понятно что если она пойдет дальше то это сценарий его можно уже будет пересмотреть вот на текущий момент а данная ситуация она кажется наиболее интересным причем скорректироваться на том что в эту область может еще чуть ниже уйти но главное чтобы не ушла ниже данного минимума тогда уже данный сценарий он абсолютно не подходит дальше рассматривать сделки на продажу поэтому мы выставляя предложенный ордер и входя по рынку выбираем объем две десятых соответственно если у нас первая цель по прибыли которая у нас может быть это обновление локального максимума то есть опять же стопло ставим за take profit ставим внутри то есть то что цена вернется опять же к данному уровню то есть показав свой настрой свое движение идти дальше и что мы с вами видим стопло 50 пунктов а потенциал по прибыли 130 то есть ну чуть больше чем один к двум подходит подходит все отлично данная сделка она рассчитана она выбрана по интересу она посчитана по рискам то есть в принципе вот такого такого подхода достаточно чтобы взять любой инструмент и его проанализировать хорошо коллеги уже время нас на поджимает если давайте так есть вопросы напишите их пожалуйста сейчас в чат по нашим дальнейшим моменту в принципе все что я хотел рассказать по психологии торговли до по методам борьбы с ней они достаточно просты то есть очень важно увидеть в принципе те эмоции которые у вас есть именно их прожить увидеть почувствовать и начать соблюдать правила потому что трейдинг это именно правило и в этом он будет большая часть успеха от этого будет зависеть хорошо по нашим дальнейшим действиям если будут какие-то вопросы в рамках данного занятия в рамках сегодняшнего семинара который проходил сейчас я приложу свои контакты для связи если что-то захочется поговорить что-то захочется обсудить то с удовольствием пообщаемся с удовольствием сориентирую и помогу чем как говорится смогу да в плане торговли ну а вообще то есть в целом кто пока еще не проходил курс персональной инвестиции который у нас проходит то приглашаю всех его пройти то есть кто там кто там хочет кто хочет именно познакомиться с аспектами торговли а мадина я сейчас да отвечу на ваш вопрос по нашим информационным да ресурсам есть канал на youtube открыть такой такой вопрос да вот может быть не скромный да но тем не менее а если у нас сейчас те кто торгуют на реальных счетах но торгуют не в admiral markets просто поставьте плюсик я вас отмечать фотографировать не буду да мне просто знать если у нас сейчас такие люди к примеру кто присутствует смотрите порекомендую посмотреть у нас есть канал на youtube то есть туда во первых мы будем во первых прикладывать все те видео которые есть и там есть видео видео по лицензированной компании то есть сейчас точки зрения регулировать регулирование валютного рынка да в россии из-за несостоятельности его системы очень важно обращать очень важно обращать внимание и выбирать лицензированного брокера то есть компания адмирал маркеттс она является брокером лицензированным да в европе который дает очень большие гарантии для трейдер то в том числе и сохранность ваших средств подробно в течение целого часа я рассказывал о компании поэтому для себя посмотрите и возможно это для вас будет как один из критериев именно работы с компанией брокера потому что сейчас в время когда закрываются банки до закрываются компании последние несколько лет происходят очень часто она вопрос он должен стоять во главе то есть компания на ромарке эти гарантия их предоставить может поэтому посмотрите и также будут вопросы с удовольствием на них отвечу хорошо коллеги по записи то есть как я уже сказал запись ближайшее время будет доступно на нашем канале на youtube который предоставил вот вопрос от в один до который появился по закрытию медвежий на максимум почему нельзя в шорт ну а это мой подход да а можно если вы понимаете здесь вот с моей точки зрения почему здесь я не войду в шорт хотя и предполагаю что даже пойдет вниз потому что я не знаю пойдет ли она вниз сейчас она может пойти отсюда она могла пойти отсюда но я знаю что я хочу увидеть даты рынка я хочу видеть именно это да и это именно мой подход если у вас такой система основана примеру на обходе там максимальный значение минимальных значений кто это ваше право но нужно отвечать на те же самые вопросы где выйти если нет вот входим и здесь на продажу а куда стоплос поставить сюда или сюда или ну можно сюда вот этот вопрос он опять же очень важен вот когда вы следуете торговый план и отвечаете на все вопросы постепенно как раз очень многие вопросы они начинают появляться начинают отвечать поэтому вот я не против да что это можно сделать но нужно оценить все риски возможно не в данной ситуации но в похожей ситуациях это можно сделать все зависит также отдельно от инструмента отдельного момента когда существо вход но если вы себе ответили на все просто честно да положительно следует торговому плану то почему нет здесь вы этого можете сделать хорошо а если пока вопросов нет жду от вас также вопросы какие-то будут на почту присылайте до добавляйте skype а осталось тем по всем вопросам отвечу и подскажу спасибо всем за активность за вопросы которые были на входе нашей встречи в ходе нашего бинара а по психологии торгов надеюсь те знания те моменты которые вам предоставил они были полезны да ради чего это все делалось возможно многие истинно были уже давно прописаны вы их уже давно знали но очень часто эти знания нужно повторять и а восстанавливать в память для того чтобы возвращать себя в реальный мир до возвращать себя на ту дорогу которая может привести положительному итогу хорошо коллеги тогда а будем прощаться уже до новых встреч с кем-то увидимся на курсе персональной инвестиции следующий поток будет понедельника а с кем-то увидимся уже на практически так же занятиях так коллеги всем спасибо и до свидания